приветствую друзья на канале про геймер телевизион с вами сафри 3 тройки мы с вами продолжаем проходить игру ведьмак дикая охота у нас 10 серия поисках ведьмы с которой у цири случилось по сюжету далее встретил старую знакомую кейру мец чародейка рассказала ведьмаку о таинственном магии в убежище которого могла скрываться цель ведьмак отправился туда в компании кейры так конечно мы с вами выжанулись в прошлый раз я понял что туда там вообще ловить нечего так что мы отсюда бежим так давайте мы посмотрим что у нас еще можно выполнить 57 уровень да напомню что если у нас уровень уже по моему он будет то ли такой блеклый это значит то что он за него очки не дают пока белый это самый нормальный так выполнено тонувшее богатство ведьмачьи заказы все девятый кстати есть что у нас еще есть дополнительное задание вот 59 56 вот 56 чудом делать так ну что погребальные кастры давайте сделаем для шляпа какая-то пипец а то сгорит у нас это задание и нам за него не дадут очки стоп тут не лес обалдеть трапоеды а и и у и и Теперь Игния. Блин, какая же броня у меня дурацкая. Так, давайте сюда. То есть выполнять сторонние задания в знаке вопроса надо на 63 уровне, минимум. Как грифона получим, так и вперед. А так пока рановато. Твою же мать. Смотрите, скука их там. Фу. Теперь освещенное масло. Надеюсь загореться. Нехило я их раскидал. Теперь Игния. Игния, фигни, блин. 16 опыта. Это называется просроченное задание. 15 опыта. Твои. Не дожди их. Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно. Только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой. Ты бредишь. Ну да. Что-то у меня в голове помутилось. Спасибо, что помогли. Сука, я сам видел, как один гуль-трупешнику ногу отхватил. Целую ногу димахом. Уеду я. Хоть бы и в повис, мать его. Стоп, стоп, стоп. А ты что, пузел тряпочный? Теперь Игния. Кстати говоря, вот... Давайте еще раз по поводу... Я там нажал, ты бредишь. А так, если бы я нажал, видимо, жреца, то здесь уже, наверное, что-то другое будет. В компании Игния. В убежище которого могла скрываться цитра. Ведьмак отправился туда, в компании Кейры. В компании Кейры. Отлично. Давай. Ой, блин. Сука. Сука, не жрецы, так трупоеды Уеду я из этого проклятого места Жрецы? Договорились мы, как обычно, только партия побольше Я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой Это мы говорим про жреца Вечного Огня? Ну, конечно, этот хер в свекольной рясе Таким доверять нельзя Заказывал в фиштах первого сорта Три раза все было в порядке А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами Решили нас из дела убрать Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки И замести следы Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего Мне не платят за то, чтобы сжечь живых Значит, правду говорят Мутанты не мутанты, а свои понятия есть Спасибо, ведьмак О, сорокет, видите? Теперь Игни Так, ладно, теперь Джинс Полицу Вечного Огня И там надо будет нам Я так полагаю О, здесь такое сражение было Сильное 128 Вон и Подорожные граммы По сниженной цене Так, только Ты полагаешь, что тут будет Что-то будет? Как дела, ведьмак? Ты выполнил задание? Почему только сейчас Жрецы Вечного Огня Заинтересовались Судьбой павших? Церковь Вечного Огня Заботится прежде всего О живых Ты не представляешь Сколько работы было у нас После битвы Нужно было Заботиться о раненых Поддерживать дух Беженцев Проповедовать учения Собирать подати И что бы люди без вас делали Я позаботился о могилах Это было очень интересное задание Один труп оказался Вполне живым И весьма разговорчивым Что ты имеешь в виду? Торговец Фисштахом выжил И рассказал мне Очень интересную историю Хм Я с удовольствием Выкуплю ее у тебя В личное владение Так Меня можно нанять Но не купить Что же В любом случае Дешевле всего Будет тебя убить Взять его Он конечно ведьмак Но втроем то мы справимся Да как он пойдет Взять его Гнида Мать его Один Ну один А ну все Посмотрим сколько очков Оооо Нисколько флак давайте посмотрим еще раз в поисках ведьмы с которой у цири случилось видимо я неправильно прошел смысл их тоже убивать на небо убежище которого могла скрываться цель ведьмак отправился туда как дела ведьма почему-то цель нужно быть я под что ты торговит так согласен согласен тогда бери и ступай с глаз моих получено 8 и стоп то уйти с глаз долой смотреть видите готова задание можно сделать правильно а можно сделать и неправильно так что так вот давайте следующее смотреть на ощупь все 9 59 есть еще время 58 на где-то было по тоже 59 так ну я думаю что дела семейные давайте посмотрим а на этом читали прошлый раз и так так как мы игру проходили я знаю куда идти примерно сюда наверно сюда на вот уже километра скакать давай это еще что такое собаки берет плотва не львгарский военный трибунал признал бартоломея сына цезаря виновным нарушение клятвой верности своему новому законному правителю императору императору им гэру вар им рейсу обвиняемый отправил отравил отравил колодец из которого брал в воду лагер номер два армии группы центр это гнусный акт саботажа привел к гибели пятерых солдат предатель приглашается к смертной казни через повешение а а так подожди так куда едно вообще нафиг ёпта, чё я туда что-то осталось 57 уровень, в принципе справимся, справимся пока у нас этот есть блин Новые идут Нифига себе Тоже хорошие очки дают за такие вещи 180 неплохо Если у меня сын родит Ах ты блин Уважанулся пипец Не 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 Вы потеряли деньги Вы что гоните что ли Нереально В поисках ведьмы с которой у Цири случилась размолвка Геральт встретил старую знакомую Кейрумец В 80 что взять и потерять В убежище которого могла скрываться цель Ведьмак отправился туда в компании Кейры На границе этого лагеря заканчивается цель Так подождите как лодку то управлять то я уже забыл Ух скорость Вот теперь исполнился Хрена ка лошадь пиела здесь Ошибись Что там Почему одна Блин Нежели этим заниматься Боюсь просто Теперь помедленней Бандиты Взяли боженку мою На повар Подержи Спасите боженку Молю вас Так ладно Да не спандиты Да не сюда К ним идите Еще капельку и готов Неплохой банкет Откуда вы взяли столько мяса А тут куча поросей носится Вот мы одного и зажарили Хочешь кусочек Хватит на всех С удовольствием Кай Отрежь господину кусочек поросеночка Нет Не позволю Зажарили боженку Сволочи Опять он Мало ему В чем дело Боженку убили И сжарили ее Сволочи А этот опять за свое Ничего не поделаешь Придется ему навалять Кай, Якоб Займитесь-ка им Нет Не надо На помощь Он вам ничего не сделал Оставьте его Мы тебя по доброте поросеночкам хотели угостить А ты вот как Не будет нам приблуда приказывать Бери его Что Гоните что Друзья Продолжили Редактор Мет 4 Њбро Э Все в порядке? Ну да, но Боженко-то, божечки, и сжарили ее. Должно быть, очень любил эту свинку. Кто ты такой? Я Геральт из Ривии. А я ее так из... ну из... ну оттуда вам. Ты один живешь в этой деревеньке? Так все по домам. И Флап, и Хагель, и Бебон. А я только Клауса и Игоря не видал. А это кто такие? Игорь тот полудурок, он еще траву ел. А Клауса, это ж староста. Каждый Клауса знает. А где они не знают. Видно, забрали их свинские чары. Свинские чары. Эти свиньи заколдованы? Точно. Сам посмотри. Ох, ладно, взгляну я на твоих поросят. Вот и славно. Так, золото дураков. Давайте посмотрим, что за задание. 59-го уровня, блин. Ну, сейчас мы его не будем делать. Вроде нормальная свинья. Но медальон сходит с ума. И он так был прав. Она заколдована. Похоже, свиньи правда заколдованы. Так, чары были. Их и попревращало. То есть эти поросята заколдованные люди? Так, да. А ты что думал? Помоги. Отколдуй их. Как эти люди превратились в свиней? Так чары же. Я дал Игорю ключ. А он собрал всех. А они и пошли. Какой еще ключ? Ну, этот. Вот. Он открывает дом вебрия. Откуда у тебя этот ключ? Нашел. Показал Игорю. А он сказал людям, что все пошли. А их и превратило. Взгляну-ка я поближе на этот дом вебрия. Где он? Ну, там, за горочкой. Идешь, идешь, а потом он. Понял? Я найду. Ну, мы, конечно, чуть позже этим займемся. А сейчас пока мы все равно на основное задание. Это у нас дополнительное. Что там исследовать надо? Написано исследовать оставшиеся засепки велено. Или сюда. Слушайте, я что-то уже даже сам запутался, куда идти, если честно. Наливайтесь. Шевелись, плава. На! Блин, рассадник чудовищ, куда я вообще... О, блин! Куда-то я не туда вообще побежал, если честно. Башкой прям треснулся. Стоп, 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 стоп. Сладкая тропинка. Так. Так. Торопинка. 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 Играет музыка. Так, мы хорошо тут помахали. Бах. Ой, ой. Играет музыка. Пакет еще установился полный. Мозг у топца. Ладно, ладно, надо брать. Так, здесь нет ничего. Блин, слушайте, я, наверное, ошибаюсь не здесь. А вот, смотрите, сюда. Приют на кривоухлых топпер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С войны возвращается. Стремное место. А в сундуках интересная, кстати, вещь. Закрыто. Откуда он такой взялся? Ух ты! С войны возвращаешь шею. Что там чужому делать? Блин. Блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откуда он такой взялся? Ух ты! Настоящий волен. Он из войны возвращается. Что тут чужому делать? Так, ладно, давайте верим тогда. Не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шевелись, Платва. Да давай, давай, блин. Зависающая лошадь. Скажу, все, скажу. Поди с глаз домой. Ну, с чем пришел? Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... А что, Анна? Я пока не узнал ничего определенного. Но надеюсь скоро узнать. Тогда что ты тут делаешь? Ищи ее! Прощай. 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 тупая плотпа ты где на пошла на сейчас мы долгое будет игра блин дождь это блин род дракона приедет на кривоухлых топе а здесь то что давайте сюда слушайте там вместо силы медальон дрожит это место смотрите там вдалеке замок это музей деревня хворост и дрова для топки за скромную плату можно хлебом и овощами принесу из леса хворост и дрова для топки болька обменяю ковры на еду обменяю центрийский ковры с узорами 3 на еду лучше на мясо но овощи тоже сгодятся ковры новые не были в употреблении можно стены украшать шитье ольяное на основе должны были стать приданным для моей дочки но ее убили черные так что свадьбы не будет ярушка отдам пса отдам моего рекса тому кто будет о нем заботиться и не съест пёс воспитанный умеет слушаться того кто его кормят но мне уже нечем его кормить рекс может охранять дом и сад умеет загонять скот на падбище может спать в амбаре если можете взять его приходите к ваку странствующий крысолов выведя в своем доме крыс мышей и прочих грызунов насекомые за дополнительную плату быстро и эффективно только природные методы безопасные для окружающей среды используем в работе волшебную флейту из галмиштейна умеренные цены результат гарантируется крысолов штопаю латаю шью латаю штопаю любые носимые вещи быстро и прочно нитки и заплатки входят в цену но если ткани нужно много несите сами охотно беру плату яйцами зерном или картошкой антонина сорняк ищет работу сорняк и кожевельник с двадцатилетним опытом принимают заказы на пошив кожаной одежды и предметов галантерея а также тулупов и шуб надежность и соблюдение сроков получения материалов и доставка готовых изделий гарантируется брам черник но и тебе в помощь занят а беднота это это Приют этот. Так, давайте здесь еще посмотрим. Сила глифов. Расплавленный доспех. Следующий урон. Урон нанесенный игни. Также ослабляет вражескую броню. Дальнобойный арт. Сметающий арт. Давайте огненный поток. Так. Слушайте, здесь тоже ничего нету. Дальнобойный арт. Зианна Слушайте, я очень в недоумении Очень как-то рановато сюда пришел Ну ладно Давайте тогда это О, нахер Коварные твари, конечно Ух ты, блин Ну мне от вас на всем собирать эти штуки Конечно, они очень опасные Нападают стаями Я уж так, знаете, расслабился, джойстик отпустил Давайте мы, знаете, что сделаем Бутылку воды поставим Где она у нас? Вот они Их сто Конечно, тут звери, а Раскидали Еще здесь Так, а там еще кто-то? Нет А, нет, еще Держи его А, нет, еще А, нет, еще А, нет, еще Надеюсь, здесь Без сюрпризов Говорю вам Говорю вам Смываться надо Не свести А это Он нас заступил Вали нас А, ну, навались По-быстрому По-быстрому Обалдеть Обалдеть Магия Следы множества людей Чего-то тяжелого Медальон 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 вибрирует Ладно, попробуем Один раз Один раз хрю Это да Два раза нет Ясно? Не знаю, сколько ты тут сидишь Но, должно быть, ты здорово проголодался Держи-ка яблочко Что, вкусно? Ладно, давай поговорим Знаешь, что это за место? Мы в святилище? Йонтек говорил, что в деревне нет только травника и старосты Должно быть ты один из них Ты Клаус, деревенский староста Ты местный травник Я слышал у тебя Игорь? Очень приятно Я Геральт Подожди, здесь мне нужно осмотреться До свидания На рубашке следы от травы Внизу торба Это должно быть того травника, Игоря Теперь понятно, почему дом вепря На дне осталась золотая монета Здесь, наверное, держали золото Так 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 Оооооооо Какая глотка Так Вновь Дて Еще два Так, очевидно, здесь больше ничего нету А вот и я До свидания Да, миссия будет не из легких Потому что мне надо будет свиней сюда привезти Насколько я помню Поговорить со свиньей О чем лежал Здесь было несколько человек, тащили что-то к выходу А вот и я Ладно, давай поговорим Здесь лежало золото Ты знаешь, что с ним стало? Надо обсудить это с Йонтеком Кажется, я понял, что здесь случилось Это святилище, здесь лежала полная лохань золота Йонтек нашел ключ и показал его деревенским, а они позарились на сокровища Но он и представить не мог, что золото под охраной проклятия Чтобы снять проклятие, золото нужно вернуть на место Надо спросить Йонтека, может он знает, где оно? Похоже, все это превращение – злая шутка Клейву очень неловко наложили Погода ширчет Спасите! Спасите! Помогите! Готово! Деревня в безопасности. На время Йонтек Я разобрался, что произошло с местными. На них наложено проклятие Слабоумный парень. Пипец Ага. И что? Сможешь их расколдовать? Да, но тебе придется мне помочь Добро Проклятие Проклятие вызвано кражей золота. Ты знаешь, где золото сейчас? Я спрятал Надо его вернуть. При этом должны присутствовать все жители Ага. А это как же? Возьми золото, а я соберу свиней. Встретимся на мельнице и все вместе пойдем в дом Вепря. Думаю, у нас все получится Мы спасем их. Я возьму золото Надо как-то загнать свиней. Может Акси? Акси? Нфу VMware Встретrock Встрет Хм Встрет 工作 Режисс Прес AU Идите к мельнице и ждите меня там. Ну пойдем, холстячок. Так, еще где-то кто-то остался. Прошу за мной, уважаемый свинок. Так, давайте сейф сделаем. Вот все, кроме Игоря. Игорь нас ждет. Помнишь, как придем, надо положить золото на старое место. Ага, ты бери свиней, а я принесу и положу. Идем. С ликопытами. Двигайтесь. Девять свиней, блин, надо сейф. Все чисто. Давай на место. Ну шевелись. Твою же мать. Чудища! Они же их сожрут! Защити их! Чудища! Они же их сожрут! Защити их! Защити их! Двигайтесь. Двигайтесь. Чудища! Они же сожрут! Защити их! Защити их! Блин, это шляпа. Блин, это шляпа. Блин, ну ладно, мне не добрать. Меликопытание. 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 живо порубит пойдем к отсюда на лучше тебе в деревне не возвращаться найди себе какое-нибудь другое место ну ладно больно очень так сколько опыта дадут жесть 80 ну ладно мой текс 59 заказы тоже 59 есть блин вот это вот конечно прям пугает придется какого просроченную что-то сделать значит нас ближайший 59 падение дона ариадон расспросить долореса чудище в ее особняке продолжая путешествие по сельским просторам вели на геральт остановился на простой деревушке залипья где встретил разбитую горем пожилую женщину что что же произошло несчастная оказалась на улице когда в ее семейном особняке поселилась какое-то чудовище съемное жилье оказалось не по карману старушка попросила геральда избавить ее от дом от чудовищ за эту услугу она дала ценную вещицу ключ от сундука где по ее славам хранились все ее сбережения геральда не из тех кто оказывает помощи пожилым людям тем более если за помощь обещана щедрая плата поэтому он реально взялся за дело а Так, подождите, куда идем? Обалдеть. На платве. Да, давай. Давай, платвай. Ооооо, хорошо как. Заехала она. Блин, слепит-то как, а? Оставьте меня в покое, кто нас бедный везет. Все даже есть. Доброго дня. Вот иди туда. У тебя глаза, как у моего котенка чудища. А мне до этого дела нет. Вон из-за доброго дня. Странно, знаете, почему-то я... Что случилось? А вот погляди, что мне пришлось пережить на старости лет. Простой мужлан меня крова лишает. А я ведь родилась дочкой дворянина. Вся усадьба мне и брату принадлежала. Что с ним случилось? Как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник. Я влюбилась и вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобиделся, проститься со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет, а люди говорят, что в старом доме завелись чудовища. Я мог бы заняться этими чудовищами. Ты ведьмак, так? Обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой. Но да мне-то все равно, лишь бы ты был честный. Дом находится к востоку отсюда. Возьми ключик. Как разгонишь чудовищ, ключом этим откроешь католку с моими сбережениями. Они твои. Там немало, уж поверь. Ты-то на что будешь жить? Мне хватит и крыши над головой. А если будет нужно, у меня еще осталось, что продать. Но я знаю, вы, ведьмаки, даром не работаете. Поэтому бесплатно тебя не отпущу. А как пошла за хоростом в лес? Ты что, не слышала, что охотник говорил? Какой-то великолепный человек. Ну-ка, ну-ка. Я у себя в носу хочу поинтересовать. Вот что самое интересное, когда у нас была симуляция Ведьмака второго. Вот. Там я ответил то, что я убил Лето из Гулеты. И в прошлой нашей игре, когда мы зашли в дом Реодон, Лето там был. А теперь его не будет. Боже, Сакович, под охраной какой-то. Ну, по идее, не должен быть, я же убил. Будет сюрприз, если он будет. Блин. Особняк прям в самой жопе. Ух ты, Йо. Бежит, бежит отсюда, нафиг. Нафиг. Да, надо быть убытым. Достаревка. Призраки. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Так, вот такого у нас еще не было Играет музыка 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 произвел такое существо из тех дальних земель киноцефал испускает урину ежечасно и днем и ночью и поэтому зангвебарцы гравируют его изображение на хронометрах и компасах сушите это какой-то сущий от вообще чудеса зерекания за время различных моих путешествий вел множество необычных мест первозданные пущи бакелона с деревьями столь высокими что их кроны скрывались в тучах краснолюдские палаты выдолбленные в скальных массивах махакама стены которые были выложены чистым золотом скованной льдом дворцы понтваниса с витражными с витражами чьи узоры рисовал на стенах мороз ни одного из этих чудес не произвело на меня однако такого впечатления как прославленное зерекание пробираясь через огненные горы боялся что ждет меня разочарование слышал я множество фантастических историй озерекания бескрайних песках расплав раскаленных солнцем добила драконах золотой чешуйки которые вьют гнезда среди дюн о горбатых конях которые могут прожить долгие недели без малейшего даже глотка воды однако я был не в состоянии в них поверить я был уверен что все эти сообщения суть единственно плод чьего-то буйственного воображения знаю что тяжело тебе будет в это поверить дорогой мой читатель но все эти неправдоподобные рассказы казались правдой мало того что за время многомесячного моего путешествия наткнулся я также на диво о которых умалчивают изданные ранее дневники я видел святилища в которых поклоняются драконом слышал их голос вроде людской но как бы усиленный тысячекратно эхом встречал я женщин воинов одетых леопардовые шкуры татуированных с ног до головы которые в искусстве фехтования не уступали ведьмаку встречал чародеев которые могли заглянуть огонь видел мух якобы не опасных один укус которых вынуждал человека впадать глубокий сон от которого не проснуться даже до самой смерти словом делика не это край где-то что не слыхано и невозможно случается в порядке вещей вот дневник дневник долорос из дома риадон третий день фианина в этом году летняя жара пришла раньше чем обычно гумберт совершенно не сносим он злится всегда когда я выхожу на речку с пастушками говорит я не должна им помогать но по-настоящему он бесится когда я разговариваю с яном и фредом кричит что благородная дама не должна икшаться с отребием мол это подрывает авторитет может быть когда спадет жара он успокоится двадцатый день фианина скука убивает меня я люблю брата и благодарны ему за то что он не продал мнение после имения после смерти родителей но как хотелось мне жить в другом месте среди других людей 43 день день фианина у нас гость это сын помещика из окрестностей горс вели на во время охоты он заехал наши земли и попросился на ночлег какая радость наконец-то хоть какие-то события 15 день ламаса пришло время признаться я люблю пороть до река и чувствую что он тоже любит меня надеюсь гумберт будет рад 18 день ламаса рассказал он гумберту о нас с родриком он просто взвесился кричал что он мне не ровня может быть удастся его переубедить 21 день ламаса гумберт не умолим но я не намерена жертвовать любовью всей своей жизни ради него если он не оставит мне выбора я сбегу с родриком это второй этаж есть и он стоп тут нет ничего вот замок открыт здесь когда-то жили доллар из там что то есть шкатулка здесь было лето из гулета а нет вон там где второй этаж был да слушайте без лета как-то скучновато но ничего страшного мы выбрали такой путь надо было хотя бы так поиграть покажи что умеешь ног мне просто тревогу ложки там обосраться можно и и и Не давайте его задохнуть! Опа, прикольно. Блин, плотва. Чёрт, куда я попал? Давай. Прикол, блин. Только это ещё не хватало, ну нахрен. Плотва, не так быстро. Плотва. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...